Подведение выника у работы, словы подяки и узнагороды. Сегодня у Гомель пройшел урочистый сход, промеркованный до Дня медицинских работников. Урочистости наведали наши корреспонденты. Яны представники самой гуманной и высокородной профессии. Сегодня у Гомельской области працуют больше 6 тысяч урочев и около 17 тысяч медицинских работников среднего звена. В сроке достигнений уголены по лепшению доступности и якости первой медицинской допомоги, повышение эффективности профилактической работы, активное укрепление распространения медицинской науки в практичную деятельность. И такие лечбы, которые огучаются под час урочистого схода. Только в минулом году на набитие нового обстановления для установки охоты здоровья Гомельской области накировано больше 20 миллионов рублей, еще 40 на строительство и реконструкцию установки лены. Хоть только поляпшение материальной базы справа не обмеживается. Значная увага к створению комфортных умов для проживания специалистов. И нам очень активно помогают исполкомы, потому что жилье, как всегда, это фонды исполкомовские. И районы заинтересованы в том, чтобы сохранить специалиста прежде всего. И соответственно своим возможностям районным выделяют и арендное жилье, и квартиры, и малосемейки. И это есть практически во всех районах. Количество разное, но все везде есть. И в городских больницах тоже. Гоноровые грамоты, подзяки и нагрудные знаки. Одимя Министерства охоты здоровья, гомельских облаконками и областного совета депутатов, национального сходу Республики Беларусь. Яны саправды заслужили гэты и узнагороды. Празнекальки годзин у дельники у расчистого сходу разъедутся по своих городах, причем не которые одразу накируются на працу. У медицины нема перепынков. Квалификованную допомогу необходимо оказывать круглосуточно. Тем более, что сегодня идет удосконаливание работы Галины на законодавчем узровне, что имеет на увазе в первую очередь повышение якости оказываемых послуг. Сделаны три важных законотворческих процессов. Это принят закон о транспатологии в области пересадки органов и тканей, о экстракорпоральном оплодотворении и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Эти законодательные акты дали возможность расширить перечень услуг в тех направлениях, в которых я озвучил.